Сегодня, так же, как и много лет подряд, 2 ноября в Кинге-де-Пев, или буквально День душ, на кладбище в Пяр-Наме проводится трогательная церемония поминовения тех усопших, чьи родственники неизвестны. Были зажжены свечи, состоялось экуменическое богослужение. Еще вчера прах умерших поместили в эти украшенные вереском и хвоемогилы, а сегодня зажгли свечи. Всего в этот раз было 72 умерших, среди них и люди преклонных лет, и те, кто родился в 80-е. Мы всегда должны помнить, что христиане живут с надеждой, что смертью не заканчивается человеческая жизнь. Зажженные сегодня свечи напоминают нам, что Христос победил смерть, чтобы дать нам надежду на вечную жизнь. Конечно, мы призываем, чтобы люди молились за своих близких, усопших, навещали кладбище. Но очень важно тоже помнить о тех, у кого уже никого здесь на земле не осталось. Это тоже наш добрый поступок, это тоже что-то, что приближает нас к Господу Богу. Корни праздника, конечно, языческие. Уже позже церковь присоединилась к некоторым традициям, например, зажигать свечи в память об ушедших в мир иной. Но многие обряды в это самое темное время года связаны, конечно, с не очень чистыми силами. Наши предки эстонцы считали хингаг – время душ. И это время значительно более продолжительное, нежели только сегодняшний день, который один концентрат. Но в старину, в общем-то, считали, что преобладающая часть хингаг – девять дней перед мартовским днем, мартипэф, и девять дней после этого. Сегодня, конечно, вряд ли кто-то накрывает стол и приглашает умерших родственников или топит для них баню, как в древние времена. Но подумать и помянуть усопших, и поразмышлять о своей жизни, наверное, неплохо бы и нам всем. Ленитровская, вам была Пава, Петер Улевань, Новости Таллина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова